Одним из наиболее важных вопросов по сохранению здоровья населения является организация мероприятий, способствующих развитию физической культуры и массового спорта, а также организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Артёмовского городского округа. Об этом представителям местных средств массовой информации сообщил Владимир Березин, начальник комитета по физической культуре и спорту администрации Артёмовского городского округа. Владимир Александрович напомнил, что депутатами Артёмовской городской думы еще в сентябре 2008 года было принято решение о реализации соответствующего положения на территории нашего округа. Данное положение разработано на основании законов о физической культуре и спорте в Российской Федерации, а также в целях развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Артёмовского городского округа с детьми и взрослым населением, в том числе с пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Для решения основных задач и направлений развития физической культуры и спорта были разработаны и реализовываются муниципальная программа Артёмовского городского округа по реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта в Артёмовском городском округе на 2012-2014 годы. А на сегодня разработана муниципальная программа развития Артёмовского городского округа на период до 2020 года. Популяризация физической культуры и спорта на территории Артёмовского района осуществляется посредством проведения массовых спортивных мероприятий, таких как «Лыжня России» и «Кросснаций», «Тень физкультурника» и «Легкоатлетическая эстафета», посвященная Дню Победы. Профильным комитетом администрации Артёмовского городского округа ежегодно разрабатывается и реализуется календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Медицинское обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий происходит силами медицинских работников спортсооружения, школьных врачей и взаимодействием с Артёмовской центральной районной больницей. Общественный порядок поддерживается путем взаимодействия с отделом внутренних дел по Артёмовскому району. Здесь они нам никогда не отказывают, всегда идут навстречу по нашим письмам, либо по постановлениям администрации Артёмовского городского округа». Для участия в окружных, региональных и федеральных соревнованиях в нашем округе существуют команды по различным видам спорта, которые формируются по результатам муниципальных соревнований и командируются за счет средств комитета по физической культуре и спорту администрации Артёмовского городского округа. «Субъектом физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории Артёмовского городского округа, оказывается помощь в приобретении спортивного инвентаря и оборудования, проведении спортивных мероприятий за счет средств комитета. Работа по развитию физической культуры и спорта ведется в двух направлениях – физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая. Так, к примеру, в 2015 году проведено 402 спортивных мероприятия, в которых приняло участие 47 223 человека-участника. Чтобы было понятно, объясню, цифра кажется большая, в нескольких соревнованиях может принять участие один человек. Цифра реальная, настоящая». В рамках этих мероприятий проводятся спартакиады среди школьников, воспитанников дошкольных учреждений, а также спартакиады в загородных оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания. Артёмовский городской округ постоянно принимает участие в спартакиаде Восточного управленческого округа. Комитет по физической культуре и спорту ежегодно проводит шесть физкультурно-оздоровительных мероприятий среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Нужно отметить, что в Артёмовском районе практически все спортивные сооружения находятся в муниципальной собственности и оказывают дополнительные услуги по прокату инвентаря и аренде спортсооружений. «Планируется завершение реконструкции стадиона «Локомотив» и реконструкции лыжной базы «Снежинка». В июне месяце будет завершена работа по размежеванию стадиона «Машиностроитель», после чего будет возможность планировать работу по реконструкции также этого стадиона. Ну и разрабатывается проектная сметная документация на стадион в селе Покровском.